Привет, на связи твой преподаватель химии Богдан Чагин, это онлайн школа Умскул. И в этом ролике я хочу рассказать об еще одном типе заданий номер 33. Это продукты сгорания вещества. То есть, если ты смотрел мой прошлый ролик, если нет, то обязательно посмотри. В нем я разбирал другой тип задач на процентное содержание элементов в веществе. Здесь нам немножечко по-другому дают, так сказать, подсказочку по поводу того, как все-таки отгадать формулу нашего вещества. Но мы с этим благополучно справимся. После этого занятия советую тебе подписаться на мой телеграм-канал «Водород к бородкам». Ник есть на этом слайде, вот слева внизу. И также ссылочка есть в описании к этому видео. Почему советую? Потому что чек-лист по тому, о чем мы с тобой будем говорить сегодня, есть как раз на моем канале. Плюс сейчас там вовсю идет новогоднее адвент-мероприятие, где я дарю кучу разных полезностей, да и просто дарю новогоднее настроение. В общем, много всяких полезных файликов тоже можно оттуда будет забрать. Вот. Немножечко пробежимся по 33 заданию. 33 задание требует от нас отгадать формулу вещества благодаря двум подсказкам. Первая – это математическая составляющая, вторая – это химическая. Химическая никогда не отличается, если рассудить от типа задания к другому типу. Вот математическая отличается. В прошлый раз нам, в первом типе, нам говорили про то, сколько у нас по процентам, по массовым долям содержатся тех или иных элементов в веществе. Здесь нам немножечко по-другому этот момент подсказывают. Говорят, что вот у нас было органическое вещество, которое сгорело, и вот после сгорания вот этого вот вещества у нас выделилось определенное количество продуктов. Вот тут углекислый газ, выделилась вода, если мы посмотрим задание. И потом сразу же опять химическая подсказка. То есть вот давайте прочитаем условия задания. При сгорании вещества А определенной массой, там 3-4 грамма, получили столько-то литров углекислого газа 4,48 и 1,8 грамма воды. И далее опять химическая подсказка. Известно, что вещество А вступает в реакцию с раствором гидроксида лития при нагревании, в результате чего образуется предельный одноатомный спирт, и соль, кислотный остаток которого содержит 7 атомов углерода. Нам нужно заработать 3 первичных балла здесь. Первый как раз, по первому пункту провести все необходимые вычисления, то есть доказать, как мы вообще пришли к молекулярной формуле вещества. Для начала нам же по логике нужно знать состав, то есть сколько углерода, водорода, кислорода, там других каких-то элементов. Ну, если смотреть в зависимости от того, что нам там загадали. Второе, составить структурную формулу, то есть уже понять, в каком порядке у нас эти атомы соединяются, какой класс вещества мы получаем. И третье, написать уравнение реакции. Здесь реакция с раствором гидроксида лития при нагревании, как раз вот с образованием вот этого самого одноатомного спирта и соли с кислотным остатком. Вот. Для начала советую всегда забывать пока про химию и вспомнить о математике. То есть, когда мы приходим к молекулярной формуле вещества, нас не волнует пока что, какими свойствами это вещество обладает. Для начала надо понять состав. Это всегда математика. Здесь мы просто рассуждаем. Мы находим количество продуктов сгорания. Сразу хочу сказать почему. Вот, допустим, у нас есть вещество состава там CX, HY, OZ. Ну, там еще может быть там что-то присутствует. Например, азот когда-нибудь присутствует. Или сера. Или какие-нибудь металлы. Вот здесь обращаем внимание на что у нас протекает горение. То есть, это взаимодействие с кислородом. И условно напишу, что у нас там выделяется СО2 и H2O. На вот эти вот странные х-вы, у-вы коэффициенты вообще не обращайте внимания пока что. Я хочу донести самую главную мысль. Мысль какая? Чтобы понять, какая у нас формула у вещества, нам надо знать, сколько атомов углерода, водорода, или если есть кислород, то его там тоже. Сколько у нас их есть вообще? Сколько вот прям в целых числах? То есть, на вопрос, сколько у нас отвечают моли, количество вещества, вот эта буковка НЮ отвечает на этот вопрос. И нам не сказали про само вещество, нам почему-то сказали про продукты сгорания. То есть, у нас есть углекислый газ, у нас есть вода. Но если мы логически подумаем, то откуда взялся углекислый газ? Углекислый газ содержит углерод, а этот углерод перекочевал к нам из той органики, которую нам загадали. То есть, если мы узнаем количество углерода в продукте сгорания, то есть в углекислом газе, то мы автоматически знаем, сколько этого же углерода было и в органике. Потому что, по сути, у нас никуда углерод, водород, он никуда не девается. Просто из одного состава он перекочевал в состав другого вещества. Аналогично с водородом. Если мы знаем количество атомов водорода в воде, то, соответственно, мы автоматически знаем, сколько уже в органическом веществе. То есть, мы уже хотя бы как-то можем судить, сколько углерода и водорода. С кислородом немножечко затруднительно это будет найти, но мы сделаем одно дополнительное действие, которое нам в этом поможет. Почему говорю, что с кислородом затруднительно? У нас, если есть кислород в веществе, то он, хорошо, он перекочевал сюда. Но у нас также есть и кислород из воздуха. Ну, поскольку реакция горения протекает, у нас откуда-то берется кислород, который как раз окисляет нашу органику. Ну, в ней она горит. Вот. У нас слишком много кислородов, и дабы не посчитать лишнее, нам придется по-особенному подойти. Но для начала начнем с простого, с чего попроще, найдем количество продуктов сгорания. То есть, мы сразу скажем, что количество СО2, это получается, что нам дан объем, значит, мы знаем, что любой объем, если поделить на 22,4, это моли. Обозначается малярный объем вот таким вот символом. ВМ, то есть, объем малярный. Вспоминаем, что для любых газов, для абсолютно любых, это число постоянное, 22,4. Ну, и спокойно считаем, решаем задание. Значит, 4,48 на 22,4. Я достаю калькулятор. Ну, как калькулятор. Можно телефон сейчас, но на ЕГЭ нам придется уже достать этот самый калькулятор. Вот. То есть, я его сейчас достаю, считаю 4,48 на 22,4. Получается красивая циферка 0,2. Все. Пишу 0,2 моль. Аналогично делаю с водой. Все. Все продукты перевел в моли. Мне это уже нравится. Вода мне дана по массе. Значит, чтобы найти количество, я должен массу воды поделить на малярную массу. Значит, масса воды на малярную массу. Обратите внимание, все формулы придется прописать нам для эксперта, потому что проведите необходимые вычисления. Там указывайте единицы измерения, обозначение искомых величин. Зачем мы это делаем? Чтобы дяденька или тетенька-эксперт понял, что, блин, чувак реально шарит и делает все красиво, делает все круто. Значит, он использует формулы, он доказал мне, что все вычисления прям реально верны, то есть, все математически верно, я ему верю, все, значит, до вычислений не доколебаться. То есть, вот для этого мы показываем вот просто формулы, по которым мы считаем, указываем единицы измерения, то есть, что мы находим. И важная помарочка, в промежуточных вычислениях приводить вот эти все единицы измерения, если вас так учили в школе, не обязательно. То есть, главное циферки показать, которые вы формулу подставили, и все. Так, значит, мы знаем, сколько выделилось углекислого газа и воды, то есть, 0,2 моль, 0,1 моль соответственно. Теперь мы переходим к расчету по атомам. То есть, как понять, сколько у нас атомов в нашем веществе? Мы делаем переход достаточно простой. Предлагаю два способа. Первый способ такой, наверное, очень простой. Второй, который мы с мастерами практикуем. Я даже возьму синий маркер отдельный, чтобы вам было понятно. Смотрите, мы должны построить такую вот как бы мини-пропорцию. То есть, я человек простой. Я знаю, что если я возьму 1 моль, ну, просто 1 штучку, давайте так в голове у себя судить, 1 штучку углекислого газа, 1 молекулу, то в 1 молекуле у меня 1 углерод и 2 кислорода. Следовательно, у меня в одной молекуле 1 атом кислорода. Тогда в 2 будет 2, в 3 будет 3 и так далее. То есть, тогда в 0,2 моль СО2 у меня будет неизвестно какое-то количество. Ну, и мы просто посоставляем такие мини-пропорции. Тогда Х, это как раз наше количество атомов углерода, оно равно чему? По пропорции, крест-накрест перемножаем, 0,2 на 1, делено на 1. То есть, логично, что если в 1 1, то в 2 2, в 0,2 0,2. Вот, и такую же штуку будем проворачивать с водородами из воды. Можно сделать более хитро, более химическим путем. Мы с мастерами практикуем так называемые уравнения распада. То есть, мы их не пишем в чистовике, мы где-то в черновике это делаем. То есть, вот как делается расчет по уравнению реакции? Мы вот просто не сводим до атомов наше вещество. То есть, вот у нас 1 углерод, 2 кислорода. И провожу как будто бы расчет по уравнению реакции. То есть, здесь 0,2. Тогда и здесь, если коэффициенты у нас одинаковые, то здесь тоже должно быть 0,2. То есть, количество атомов углерода равно количеству СО2. То есть, мы говорим, что прям столько же, сколько СО2, поэтому 0,2 моль. Вот, с водой такую же штуку проворачиваем. Водичка, это что такое? Это 1 кислород и 2 водорода. То есть, здесь 2 водорода, 1 кислород. Здесь у нас 0,1 моль. То есть, как будто бы проводим расчет по уравнению реакции. То есть, в одной молекуле 2 атома, в 2 атомах 4, в 4, в 8, в миллионе 2 миллиона. А в 0,1 тогда будет 0,2. То есть, всегда будет в 2 раза больше. Ну, потому что, если мы будем раскладывать молекулу воды, то это всегда 2 водорода. То есть, уже на 1 молекулу 2 водорода в 2 раза больше. В 2, 4, ну и так далее. Значит, здесь мы вот эти все махинации не приводим в чистовик. Достаточно просто сказать, что водорода будет всегда в 2 раза больше, чем воды. И все. Ну, и мы тогда 0,1 на 2 умножим, получим тоже 0,2 моль. Все. Этого достаточно. Все, нашли количество атомов углерода-водорода. Далее мы делаем проверку по кислороду. Что значит проверочка по кислороду? Ну, если я сжигаю углеводород, у меня выделится СО2 и H2O. Или если у меня сгорит какой-то кислород, содержащий вещество, у меня тоже будет выделяться только СО2 и H2O. То есть, мне надо как-то понять, точно ли есть кислород или нет. Вот вдруг мое вещество углеводород. Вообще там кислорода нет. Мы это делаем очень хитрым путем. Рассказываю. Сейчас вот тут сотру. Смотрите, нам точно сказали, что у нас органическое вещество определенной массы 3-4 грамма. Если мы отдельно найдем массу атомов углерода, то есть, там сколько-то она будет весить, плюс масса атомов водорода, плюс масса атомов кислорода, то есть, по сути, мы можем представить, что масса вещества – это сумма масс всех атомов. То есть, вот сколько весит отдельно углерод, сколько весит отдельно водород, кислород, это все сложить, и это как раз и есть наша масса вещества. Потому что вещество состоит из атомов, каждый атом приносит свою массу, и вот тебе и масса вещества. То есть, если мы знаем массу углерода, массу водорода в веществе, знаем массу всего вещества, мы как раз и приходим к массе кислорода. То есть, мы можем понять, есть ли там этот кислород или нет. То есть, в чем состоит проверка? Мы говорим, что масса углерода – это количество углерода на малярную массу углерода именно атома. То есть, вот эти вот количества мы их используем. Ну, то есть, 0,2 на 12 – это 2,4 грамма. Вот, точно так же с водородом. Водород – это количество на малярную массу. То есть, показываем эксперту все наши необходимые вычисления. Не забываем про это. 0,2 на 1. Делаем невероятно сложнейшую математическую операцию. Получаем 0,2 грамма. Вот. И теперь мы можем сказать, что масса кислорода – это все вещество минус масса углерода. Углерода минус масса водорода. Все. Мы можем это отдельно найти. Можем сразу написать. Масса кислорода – это масса вещества минус масса углерода и водорода. То есть, сейчас покажу. Мы можем сразу вот так вот написать. Минус 2,4 минус 0,2. Если вам лень вот так вот писать, то есть, отдельно выписывать вот эти все формулы, никто не запрещает на самом деле сделать по-хитрому. Сразу вот внутри провести вот этот вот расчет. И тоже дать ответ. Я бы, конечно, советовал это все отдельно выписать, чтобы не запутаться. И что мы получим? Мы получим 0,8 граммов. Вот смотрите. Если мы получаем какое-то число, не нулевое, значит, кислородик там имеется. Бывают случаи, когда мы можем получить просто 0 граммов. То есть, если мы получаем 0 граммов, следовательно, кислорода здесь нет. Ну, пофиг. Мы продолжаем дальше выстраивать формулу вещества. Ну, как-то ее искать без участия кислорода. Значит, наше вещество – углеводород. То есть, там только углерод и только водород. Вот. Но здесь все-таки кислород присутствует. Мы это дело покажем. То есть, мы нашли сколько его в граммах. И теперь найдем его количество. Вот здесь, поскольку мы нашли массу атомов кислорода, то, чтобы перейти к его количеству, мы массу делим на малярную массу именно атома кислорода, не вещества в целом, как это было вот здесь. Вот углекислый газ, мы брали воду. Здесь мы прям берем именно атомы. То есть, в таблице Менделеева смотрим, что малярная масса кислорода 16. Вот на нее и делим. Получается, 0,8 я делю на 16. Все перепроверяю через калькулятор. У меня получается 0,05 моль. Значит, пишу 0,05. Все, больше у меня никого нет в моем веществе, судя по продуктам сгорания, судя по логике, что кроме СО2 и H2O, если там только 3 элемента присутствуют, значит, у нас только 3 элемента есть. Все. Теперь мы находим, опять же, соотношение в целых числах. Вот, кто смотрел прошлый ролик, вы знаете уже, как здесь вообще быть. Но я напомню. Значит, тут 0,2, 0,2, да, 0,05. Значит, по сути, вот эти наши количества, напоминаю, это и есть наши индексы в формуле вещества. То есть, молекулярная формула – это вот углеродики, водородики, кислородики с необходимым количеством индексов. У нас индексы некрасивые. Мы их делаем красивыми, наводим красоту. Первое, что мы делаем, это делим каждое из полученных наших чисел на наименьшее. Наименьшее здесь 0,05. Если я поделю, то получу 4 к 4 к 1. Ну, как бы получается вот такая вот формула. Вот С4, H4, О. Давайте смотреть. Условия задания. Известно, что вещество А вступает в реакцию с гидроксидом лития при нагревании, в результате чего образуется предельный одноатомный спирт и соль кислот, на статах которого содержит аж 7 атомов углерода. Офигеть. То есть, у нас как бы в нашем веществе А4 получилось, а там какой-то продукт, тоже органический, содержит 7 атомов углерода. То есть, как будто бы у нас формула не истинная выходит. Мы можем просто сами по собственному желанию домножить все на 2 и получить другую формулу. С8, H8, О2. То есть, подходит ли что-то под это описание? Давайте смотреть и рассуждать. То есть, точно ли подходит это под молекулярную формулу? То есть, смотрите, если у вас идет сомнение в количестве атомов углерода, водорода, кислорода, то здесь сразу писать строчку молекулярная формула не советую. Тут советую сразу поразмышлять насчет структурной, ну и убедить себя в верности нашего решения. Нам сказали, что вещество А реагирует с раствором гидроксида лития, то есть вот А взаимодействует с гидроксидом лития, и мы получаем спирт плюс соль. На такие махинации способен сложный эфир. Это прям типичное свойство сложного эфира. Вот здесь, вот благодаря этой подсказке, мы должны до этого догадаться, что, ага, сложные эфиры тоже взаимодействуют с челочами и дают спирт, там OH идет к радикалу в сложном эфире, а наш литий, видимо, пойдет в соль. И соль как раз содержит кислотный остаток с семью атомами углерода. Угу, то есть если бы у нас была формула С4H4O, она бы нам уже точно не подошла, потому что сложный эфир, он по-любому содержит два атома углерода, ой, два атома кислорода, прошу прощения. И вот я просто запишу в общем виде нашу реакцию. Мы должны получить вот такие продукты, то есть наш кислотный остаток наш кислотный остаток и вот тут литий, плюс какой-то спирт. Ага, значит, мне больше нравится С8H8O2, потому что здесь как раз есть два атома кислорода, и мы получим большой там какой-то кислотный остаток. Здесь, наверное, это та самая молекулярная формула. Значит, давайте мы ее запишем, а потом уже подумаем над структурой. То есть запишем молекулярную формулу, получим один балл. То есть на этом наша математика заканчивается. Молекулярная формула С8H8O2. Все, вот так вот это и оставляю. Дальше хочу помечтать, составить мою структурную формулу. Здесь советую сначала на черновике с этим повозиться, вот, и подумать, значит, ага, у меня есть часть, которая пойдет в спирт, и есть часть, которая пойдет в соль. То есть вот это у меня будет в соли, вот эта часть пойдет в спирт. Ага, всего у нас 8 атомов углерода, значит, 8 атомов углерода. Нам сказали, что кислотный остаток содержит 7 атомов углерода. То есть здесь вот прям стопудово железобетона по условию 7 атомов углерода. Значит, 1 здесь уже есть. Тогда вот тут вот наш радикал будет содержать 6 атомов углерода. А здесь тогда получается 1 всего лишь. Ну, если здесь будет 1 атом углерода, то тогда может быть здесь вот такая вот часть. Значит, здесь какой-то метильчик, который потом пойдет в метиловый спирт при вот этом вот самом щелочном гидролизе. Ну, как это и называется у сложных эфиров. Хорошо. С8, H8, О2 сделали, то есть записали молекулярную формулу, потихоньку достроили себе какую-то молекулу и посмотрели, что у нас там, сколько у нас остается атомов углерода. Значит, остается 6 и здесь уже 3 водорода мы задействовали, 5 остается, 2 кислорода задействовали, все, 0 кислорода. Значит, мне надо как-то распределить 6 атомов углерода и 5 атомов водорода. Это яркий намек на наличие бензольного кольца. То есть, если я здесь приделаю бензольное кольцо, то тогда С6, H5, СОО, СН3 вещество я получу. То есть, метилбензал. Хорошо. 6, 7, 8 атомов углерода, 5 плюс 3, 8 атомов водорода и 2 кислорода. Значит, все под мою молекулярную формулу классно выстраивается. То есть, образуется спирт из этого вещества, вот такой вот сложный эфир и соль с кислотным остатком, содержащим 7 атомов углерода. 6 плюс 1 это 7. Так, есть ли что-то еще, что могло бы противоречить этой формуле? Смотрим. При нагревании образуется спирт, соль содержит 7 атомов углерода. Ничего не противоречит. Следовательно, мы с вами огромные умницы. Так и запишем. Значит, все, я убираю здесь черновиковые записи и говорю, что структурная формула вещества и здесь я никому не хочу ничего доказывать. Напоминаю, что как только математика заканчивается, нам уже не обязательно кому-то что-то доказывать, то есть, писать какие-то огромные сочинения, где мы рассуждаем о том, почему структурная формула именно такая. Нет, вы просто, если уверены в этой формуле, вы ее просто записываете и вы просто получаете 1 балл, потому что, если формула верная, вам обязаны поставить 1 балл без всяких объяснений. Значит, вот такое вот у нас вещество. И далее подтверждаем свои догадки уравнением реакции. Нам нужно написать уравнение реакции как раз с гидроксидом лития. Значит, вот наш сложный эфир. С гидроксидом лития взаимодействует. Ну, и я напомню механизм, ну, принцип реакции. Мы условно отрываем радикал, который потом у нас свяжется с гидроксильной группой. То есть, это спирт, предельный одноатомный спирт. Все как по условию задания. Металл пойдет к кислотному остатку. То есть, мы получим бензольное колечко. Вот здесь карбоксильную группу и вот он литий. Все. Условия реакции, то, что там оно при нагревании протекает, это писать уже не обязательно. То есть, за то, что вы там не написали какие-то условия в протекаемой реакции, вас никто за это не покусает. Значит, все. Мы с вами справились. Мы с вами четенькие ребята. Остается только наслаждаться еще одним полученным баллом. То есть, если мы будем смотреть, какие этапы нам нужно здесь провернуть, то это вычисления все. Ну, то есть, большую часть занимает именно вычисления. Мы вот эти математические данные интерпретируем, как нам надо. То есть, делаем все по красоте. посчитали количество продуктов сгорания, потом нашли сколько у них там атомов в этих продуктах. Соответственно, эти же атомы, они-то и находились когда-то в веществе самом, значит, столько же было и в веществе. Руководствуемся этим. Нашли кислород, поняли, что он там есть, совершили интересную проверочку, ну и потом уже порассуждали. Уже порассуждали насчет молекулярной формулы вещества, насчет структурной формулы вещества. Здесь мы уже никому ничего не пишем. За расчеты один балл, за просто структурную формулу, чтобы ее написали один балл, и третий балл вы получаете как раз за правильно написанное уравнение реакции. Уравнение должно содержать коэффициенты, потому что это уравнение, а не схема. В схеме не ставят коэффициенты, в уравнении ставят. То есть, уравнение значит, все уравнено. Количество атомов в левой части равно количеству атомов в правой части. Но в органике, как правило, не такие жесткие коэффициенты, если не рассматривать реакции жесткого окисления. Там, марганцовочка, дихроматом в различной среде. В принципе, органика очень податливая на коэффициенты. Вот так вот. На этом видео заканчивается. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте перейти в телеграм-канал Водород к браткам. Там, напоминаю, что вот где-то вот тут вот есть на него название. Ссылочка есть в описании к этому видео. Там вас ждет чек-лист по решению этого задания. То есть, эта же самая задача, очень красивая и с объяснениями более подробными, решена в моем телеграм-канале. Плюс там уже, ввиду разгара новогоднего адвент-мероприятия, где я дарю кучу полезного материала, там уже есть файлики, которые тоже вас ждут. Поэтому бегите, скачивайте, распечатывайте, изучайте. Всем спасибо. На связи был ваш преподаватель химии Богдан. Встретимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok